Вчера поздно вечером Была убита та, ради которой жили и умирали лучшие сыны Отечества Предотвратить это гнусное и подлое преступление не удалось Под покровом ночи заговорщики смогли довести свое черное дело до конца Дата и место проведения церемонии прощания со свободой слова уточняется Всем привет! Канеметов с вами Рома, тебе не кажется, что мы поторопились с поминками? Давай, убирай все это Законопроект о манипулировании информации принят, причем в двух и трех чтениях сразу же Остались только формальности Президент подпишет закон, его опубликует в газете И все, он вступит в силу Таким образом, в Кыргызстане официально вводится цензура Что правда, а что ложь будет определять государство Любая критика в адрес властей совсем скоро станет вне закона Заткнуть всех и сразу не удалось ни Акаеву, ни его кровожадному преемнику Бакиеву Нет никаких сомнений в том, что Сурамбай Джеймбеков хочет поставить все на кон и сорвать джекпот Установить в Кыргызстане тотальную диктатуру Видимо, пятый президент Кыргызстана считает себя умнее и хитрее своих предшественников Что ж, надеюсь, в его команде найдется человек, который осмелится напомнить ему, чем заканчиваются такие попытки Пусть прессует прессом пресса, лед ушатый, наглые лжи Кто тут, сука, блять, агрессор? Где, бля? Че, бля? Докажи Мне могут возразить, Канат, ну ты че, при чем тут Сурамбай Джеймбеков? Законопроекты инициировали-то депутаты? Хитрецы, меня-то не проведешь Есть много косвенных доказательств, которые свидетельствуют о том, что за этим проектом закона стоит не Гульшата Сылбаева Депутат Рыба, никак себя не проявившая за пять лет работы в парламенте, а аппарат президента и брат главы государства Говорят, сегодня Асулбек Джеймбеков сам контролировал, даже подошел к Маматалиеву после его речи против законопроекта Хорошо устроились, да? Родной брат Сурамбай Джеймбекова Асулбек сидит в зале пленарных заседаний и тщательно контролирует ситуацию Шаг вправо, шаг влево, расстрел Давайте послушаем, какого мнения придерживался депутат Марлен Маматалиев о законопроекте о манипулировании информацией После этого выступления к Марлену Маматалиеву подошел серый кардинал все-крыгызского парламентаризма и четко так объяснил, почему он не прав Но ты теперь, как самый умный, будешь работать на меня, как миленький будешь работать, как заяненькая, пока я не скажу мясникам фас, рвите его, суку, потому что сейчас за мной государство и спецслужбы Я тебе внятно объяснил, а? Теперь давайте поглядим, как проголосовал Марлен Маматалиев после того, как Асулбек Джеймбеков провел с ним разъяснительную беседу Я держу в руках протокол поименного голосования Ищем Маматалиева Так, вот он, не верю своим глазам, он проголосовал за драконовский законопроект Какой позор! Если не хочешь позора, давай сам Асулбеку Джеймбекову повезло Журналистов в здание Белого дома не пускают, наблюдать за ситуацией в зале некому Не удивлюсь, если брат президента переговорил так с каждым депутатом Кого надо запугал, кого надо подкупил Законопроект уже принят и нет Депутатам смысла сейчас оправдываться Ой, за меня проголосовали Ой, я перепутал кнопки Кошка заболела Ты знал, что народ ждал результатов этого законопроекта А ты взял и ушел домой? Хорош! Он такой странный Девять, дитя, дитя, дитя Я в масштаб Я в масштаб У юристов тем временем возникли вполне резонные сомнения в легитимности вчерашнего голосования Есть вполне достоверные данные, которые говорят о том, что в зале находились не больше 30 депутатов Получается, они как ошпаренные бегали по залу и нажимали кнопки за коллег Пользователи соцсетей заявляют, что не будут признавать итоги голосования и подчиняться этому закону Твари, ублюдки, подонки! Жабшутаты, чемкирики приняли закон Гульшата Сылбаевой во втором и в третьем чтении Я отказываюсь жить по законам, которые эти ублюдки для нас придумали Будьте вы прокляты, сволочи! Согласно регламенту Джугар-Кукинеша, законы, принятые в отсутствии кворума, считаются недействительными Надеюсь, все эти законы, безответственность, антинародные отношения, открытая насмешка, попытка украсть будущее Плевок в наше с вами лицо сплотит нас всех и объединит в одну единую стойкую силу Лично я готов Люди не собираются мириться с тем, что свободу, единственное завоевание за 30 лет независимости, собираются украсть 29 июня состоится мирный марш против закона о манипулировании информацией Все, кто против цензуры и диктатуры, объединяйтесь 29 июня в 12.00 начнем гражданский марш от железнодорожного вокзала в направлении Белого дома Если мы вместе не отстоим свою свободу слова, то будут по отдельности ломать в нас наш дух свободы Запугивая и используя НКВДшные грязные методы Мы не боимся, дальше действовать будем мы, отстоим нашу свободу слова Если ты не раб и не готов мириться с произволом в стране, ограничением наших прав То приходи в 12.00 к железнодорожному вокзалу, который находится на проспекте Эркендик Недалеко от пересечения с улицы Бакамбаева Мы пройдем маршем до площади, где наш митинг продолжится Все в наших руках, права не дают, права берут Эксперты гражданской инициативы интернет-политики и института медиаполиси Проанализировали проект закона о манипулировании информацией И пришли к выводу, что применение закона будет выборочным и крайне избирательным, как инструмент цензуры Чего еще ждать от этого закона, смотрите видео Пункт 5 статьи 5 проекта закона о манипулировании информацией гласит Распространение ложной или недостоверной информации в сети интернет не допускается Но что считать недостоверной информацией? И кто понесет ответственность за ее распространение? Пример. 22 июня министр здравоохранения Собержан Абдикаримов заявил, что в больницах мест для больных коронавирусом хватает Но в соцсетях люди пишут о том, что мест нет, принимают только тяжело больных Является ли информация от министра здравоохранения достоверной или недостоверными будут сочтены сообщения от заболевших граждан, не получивших доступа к больнице, чьими сообщениями займется уполномоченный орган? Пункт 1 статьи 5 проекта закона о манипулировании информацией гласит Не допускать использование сайта или страницы сайта в сети интернет для распространения ложной или недостоверной информации Но заблокировать отдельную страницу пользователя в сети невозможно В этом случае придется блокировать всю социальную сеть А в случае блокировки ютуба есть вероятность того, что работать перестанут и Google Mail, и Google Drive и другие сервисы Google, имеющие одинаковые IP-адреса для всего контента Справка об основании к проекту закона о манипулировании информации гласит Информация о необходимости финансирования, принятие предлагаемого проекта закона не повлечет дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета Но принятие этого закона неименуемо повлечет удорожание услуг связи для жителей Кыргызской республики, которым придется покрыть расходы операторов на приобретение и обслуживание дорогостоящего оборудования А возложение новых обязательств на уполномоченный орган потребует значительные финансовые затраты из госбюджета Зарплата работников, здания, оргтехника, программное обеспечение и т.д. Статья 10 проекта закона о манипулировании информации гласит Нарушение требований настоящего закона влечет за собой ответственность, установленную законодательством Кыргызской республики Но в соответствии с имеющейся в законе формулировкой вполне возможно привлечь лицо, которое распространило информацию и не знало, что она недостоверная Пример. 18 мая ГСИН опровергла сообщение замминистра здравоохранения Нурболота Усинбаева о том, что сотрудники сезона номер один заражены коронавирусом и проходят лечение В ситуации, когда одно ведомство опровергает официальную информацию другого госоргана, как определить, кто из них распространяет ложную информацию? Как поступит уполномоченный орган в отношении пользователя сети, распространившего информацию, переданную официальным представителем Министерства здравоохранения? Пункт 5 статьи 5 проекта закона о манипулировании информации гласит Владелец сайта или страницы сайтов сети интернет обязан разместить на своем сайте или странице сайтов сети интернет свою фамилию и инициалы Но это является ограничением прав лиц на неприкосновенность частной жизни в интернете, где они могут реализовать свое право на свободу мнения Статья 8 проекта закона о манипулировании информации гласит Интернет-провайдер обязан осуществлять идентификацию абонента в сети интернет по запросу суда или уполномоченного государственного органа Сейчас это возможно только в рамках расследуемых уголовных дел Проект закона в данной части дает возможность уполномоченному госоргану идентифицировать абонента вне зависимости от того, расследуется ли уголовное дело или нет Итог, закон сформулирован нечетко и не дает гражданам возможность предвидеть последствия за его неисполнение и соответственно ставит под угрозу сам принцип права на свободу мнения и слова Ясно одно, страна катится в тартарары, бужует пандемия, гибнут люди, на границе стреляют, всеобщее обнищание Вместо того, чтобы решать насущные проблемы, власть озабочена тем, что пытается заткнуть нам рты Ну и напоследок коронавирусная хроника За последние сутки выявили 250 новых случаев заражения COVID-19 Еще что Власти пока не планируют вводить режим чрезвычайного положения в связи с увеличением количества заражений Впрочем, по всей видимости, все будет зависеть, как ни странно, от политической ситуации в стране, а не от эпидемиологической С вами был Канат Канеметов Всем мира!